Вооруженные силы Украины полностью перейдут на арт-системы и реактивные системы залпового огня стандарта НАТО, получат сотни единиц тяжелой бронетехники, а также боевые самолеты, и средства противовоздушной и противоракетной обороны. Такие планы обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников, Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро. Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других. Но мы как страна не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей. По словам министра, следующими целями по вооружению являются. Получить значительное количество реактивных систем залпового огня образца НАТО и боеприпасов к ним. Обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами. Договориться с партнерами о переходе к снабжению не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, сразу готовых к выполнению боевых задач. Привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, и не всегда с оружием. Получить боевые самолеты и средства противовоздушной и противоракетной обороны для защиты нашего неба. Алексей Резников отметил, что Украина уже получила более 150 артиллерийских платформ калибра 155 мм. Это гаубицы М777 и ФХ-70, самоходные арт-установки Краб, Цезар и М109A3. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность натовских снарядов выше советских, соответственно и меньший расход боеприпасов. Одновременно в Вооруженные силы Украины было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров, а также снарядов к ним, составляющих более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения. Десятки единиц реактивных систем залпового огня советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период. Поставков, ВСУ танков и другой бронетехники советского образца суммарно уже исчисляется сотнями. Также от партнеров ВСУ получили около 250 бронемашин западных образцов, таких как М113ТМ, М113ОйПР-765, Бушмастер, Мастиф, Пхаски, Волфхаунд и другие, и продолжаем получать. Счет полученных переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов идет на тысячи, что общеизвестно. Кроме того, Минобороны через разные механизмы передало армии сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных. Также Украина ожидает серьезных дронов в ближайших пакетах помощи. Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Гарпун, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана Черноморского флота РФ, крейсера Москва. Спасибо за просмотр. Слава Украине!